здравствуйте дорогие друзья мы снова с вами находимся на в днх ориентир буран и недалеко от него расположена вот такая невзрачная на вид площадка которую многие проходят даже не замечая или даже не зная о том что она здесь существует и в этом сюжете мы с вами поговорим об этой именно площадке что здесь происходит и какую значимость она несет в москве вот среди таких вот живописных и красивых мест которые располагаются вокруг нее она и расположена но честно сказать что очень много вокруг разных павильонов и буран и ракета и самолеты и вертолет которые более притягивает внимание а также современные павильоны также детские площадки и поэтому эта площадочка остается без внимания но на самом деле она очень важная в москву у нас приходят основные данные с разных метеостанций и одна из них самая древняя на данный момент она же является опорной это вот станция метеорологическая на ввц полученные с нее данные являются официальными и для публикации фактической погоды и температурных осадков используют именно данные которые поступают с нее она была открыта 1 августа 39 года и работала до 1940 года затем ее переместили в затемненное место начали потихонечку модернизировать но так и не успели ее доделать открыли уже после войны в 1949 году уже как агрометеорологическую станцию но и с тех пор она здесь и работает внешне эта площадка с белыми а белый цвет он не притягивает солнечные лучи вот с белыми такими приборчиками и шкафчиками которые на первый взгляд кажется очень странными или устаревшими на фоне новых современных компактных и цифровых станций впрочем вот так вот выглядят и многие другие метеостанции которые располагаются по всему практически земному шару какие же главные приборы здесь на станции установлены обязательный прибор метеостанции это термометр на вываться их несколько некоторые воткнуты прямо в почву на разную глубину ну и другие размещены над землей в так называемой будки психометрическая будка один из будочных термометров постоянно находится в дистиллированной воде это позволяет определять влажность воздуха ну и кстати прибор измеряющий саму влажность воздуха называется еще и юрометром тоже есть обязательным прибором для любой метеоплощадки является также барометр флюгеров измеряющие скорости направления ветра обычно несколько некоторые подняты на высоту около трех метров другие расположены чуть ниже от земли и на высоте двух метров на специальном столбе расположен осадкометр именно так замеряют осадки которые падают на голову прохожих а вовсе не по глубине луж или толщине снега на тротуаре так думают некоторые современную конфигурацию прибора придумал уже российский ученый прибор состоит из ведра и специальной защитной юбки он здесь есть напоминающий полураспустившуюся ромашку ну и к ней земли ведет лестница чтобы метеорологу удобнее было сделать замеры еще есть на метеорологической площадке гололедный станок издали который легко принять за хрупкую версию спортивного снаряда прибор гелиограф внешне напоминающий прозрачный глобус измеряет частоту солнечного сияния есть еще инструменты для измерения высоты и плотности облаков ну и в общем все получаемые данные с этих приборов записываются в постоянном режиме термограф гигрограф психометр барограф ну и раз в несколько часов одновременно по всему миру метеорологи подходят к таким площадкам снимать данные с приборов затем данные обрабатываются и видите ли фонограмм отправляются уголовные центры вот так во всяком случае было раньше сейчас наверное все уже компьютеризировано и происходит быстрее ну вот в столице россии такой центр называется как метеобюро москвы и области куда собственно говоря вся истекает информация как из метеостанций так из метеопостов автономных метеодатчиков также и разных приспособлений в городе много они расположены практически по всему столичному региону на многих крышах зданий автотрассах опорах освещения общее число этих приборов только в московском регионе весьма существенное точно назвать эту цифру я не могу потому как постоянно что-то добавляется меняется обновляется но и полученную информацию синоптики метеобюро обрабатывают с помощью компьютерных программ и превращают в карты прогностические на сутки вперед а также приземленные высотные для вычисления идущих атмосферных фронтов ну и далее прогнозы отправляется в гидрометцентр россии где обрабатываются данные со всех метеопостов и станций на территории всей страны затем обработанная информация идет коллегам и всемирной метеорологической организации а она объединяет 185 стран но и обратно специалисты получают данные об измерениях кроме этого собирается данные со спутников в частности о колебаниях температуры поверхностного слоя воды в которые реальной части тихого океана имеющая заметное влияние на климат в целом ну вот ранее такие данные записывались и передавались по телетайпом в зашифрованном виде далее обрабатывали специалисты эти данные наносили вручную периодами ручками на карту расшифровывая эти данные по этим данным рисовались фронты и синоптики могли прогнозировать сейчас это все дело как я уже ранее сказал компьютеризировано это за это делают уже не руки человека машины ну и передает эту информацию к счастью или к радости на смену таких площадок приходят другие специальные суперкомпьютеры но практика показывает то что вот такого плана проверенные годами площадки наиболее точны чем новомодные современные цифровые станции поэтому вот есть у нас москве такая интересная точка которая по сей день работает надеюсь что в скором будущем возможно на выдыха как в том самом фильме гости из будущего на выдыха появится какой-нибудь космопорт который будет принимать воздушные суда ну и возможно эта площадка получит второе дыхание будет архиважно выполнять свои функции не только по городу но и также по приему приходящих сюда судов воздушных вот такая у нас с вами получилась очередная зарисовка с небольшими фантазиями вот в такой красоте располагается эта площадка поэтому не проходите мимо обращайте ваше внимание на саму площадку делайте памятные снимки не прощаюсь с вами говорю лишь всего доброго пока а а а а а а